Светлана Шлот-Гавер – уроженка Приморья. Но ее альмаматор – естественно-географический факультет Педагогического института в Комсомольске-на-Амуре. Всю жизнь Светлана Дмитриевна посвятила исследованию флоры Хабаровского края. Написала 16 научных трудов о регионе. Хоть и принято считать, что ботаники считают пестики и лепесточки, но если добывать из земли растения и подниматься за ним на двухтысячники, это не так хорошо, а если еще и сплавляться по горной речке и прыгать через водопады в своей резиновой лодке, и мокнуть, и бродить горные реки – это вообще не женская профессия. Тайга для Светланы Шлот-Гавер – привычная среда. Она росла в семье лесовода и часто бывала в арсеневских местах, например, на реке Улахе. За ее плечами экспедиции на север Хабаровского края и работа на высокогорьях Охотского моря. Совершенные там открытия легли в основу труда за горными травами записки ботаника. Книга вышла в 2021 году, а в 2022 Светлана Дмитриевна стала финалистом Всероссийской премии Владимира Арсеньева в номинации «Короткая проза». Поздравляю с наградой, желаю вам успехов, новых достижений. Уверен, что вы получите еще награды. Всероссийская литературная премия «Дальний Восток» проводится с 2018 года по инициативе Юрия Трутнева. С ее помощью современные исследователи региона могут заявить о себе и прославить родные просторы. Лучшие произведения отбирают в пяти номинациях, в числе которых – длинная и короткая проза «Детская литература». Заявок очень много, по информации от организаторов. В этом году два человека победило, в том числе Раслана Дмитриевна Шалгавер. И это очень приятно, потому что это люди – настоящие коренные дальневосточники. Они всю жизнь прожили на Дальнем Востоке. То, что любишь, и если его выберешь, оно обязательно дает до сердец людей, до сердец населения. Лучшие авторы Всероссийской литературной премии «Дальний Восток» получают 500 тысяч рублей и путевку в литрезиденцию.